Ремонтировали то, чего нет. На очередном заседании Думского комитета аудитор контрольно-счётной палаты города Сарова зачитала результаты проверки капитального ремонта стадиона школы номер 12. Получилось так, что на строительство выделили около 38 миллионов рублей, а недочётов выявили более чем на 42 миллиона. Выяснилось, в документации специалисты допустили множество ошибок. Самое главное из них – объект не состоял на учёте недвижимого имущества. До заключения контракта имущество стадион как нефинансовый актив отсутствовал. После завершения работ стадион как имущество принято к учёту. В нарушении инструкции учреждения неправомерно поставлен на учёт стадион как объект недвижимого имущества стоимостью 37 миллионов 900, без документов, подтверждающих государственную регистрацию права. К недвижимому имуществу ошибочно отнесли тренажёры, скамейки и урны, входящие в состав стадиона. Из-за этого в 2023 году из городского бюджета переплатили налогов на сумму 319 тысяч рублей. Риск неэффективных расходов в 2024 году составил 793 тысячи рублей. Ремонтом занималась ООО «Монолитсервис». Школа также заключила договор с СМУ номер один для проведения строительного контроля на объекте. В нарушении положений контракта, технического задания к контракту и требований строительных правил на объекте не было обеспечено ведение проекта производства работ и журнала входного контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий и конструкций. Аудитор КСП отметила, что за одним числом был оформлен бетон, которым заливали объект. Мафы под документом купили и установили в 2023 году. По факту, лавочки, урны и громкоговоритель появились только в 2024. Согласно акту о свидетельствовании скрытых работ номер 18, произведена установка металлических опор с 8 июня по 4 июля. С применением бетона от 1 июня и 6 июня. Таким образом, бетонирование произошло с использованием бетона, полученного ранее. Что не соответствует строительным правилам использования бетонной смеси. В нарушении требований законодательства подрядчикам не в полном объеме предоставлены паспорта, сертификаты на щебень. При этом работы все закрыты, акты подписаны, работы все оплачены. В ходе проведения нашего контрольного мероприятия подрядчик дополнительно принес нам 21 мая какие-то сертификаты на щебень. Таких технических ошибок в документах нашлось немало. Директор школы пояснила, что все проблемные моменты сейчас исправляются. Я подписывала документы только после того, как строительный контроль, как специалисты мне эти акты подписывали. То есть сначала подпись строительного контроля, а потом подпись моя. Хочу напомнить, что я директор школы, имеющий педагогическое образование одно и управленческое образование другое. К сожалению, третьего образования строительного для поколения бухгалтерии школы 12 будет проведен перерасчет по налогу. И тот момент, который у нас появился, он будет направлен в счет будущих платежей. Далее, подрядчику были направлены две претензии по возврату средств и по уплате штрафа. Подрядчик признал наши требования. Мнения депутатов разошлись. Кто-то считает, что глобальной проблемы в этом нет. Объект построили и сдали в надлежащем качестве. Кто-то возмутился тем, что руководство школы безответственно подошло к выбору организации, которая выполняет строительный контроль. Как бы там ни было, теперь проверку по результатам отчета КСП будет проводить прокуратура. Заместитель директора департамента образования отметил, что квалифицированных специалистов, которые помогали бы руководству учреждений, педагогам по сути, разобраться в вопросах строительной документации нет. А паспорта на объекты, если все сделать по правилам, потребуют дополнительных бюджетных расходов. Как было сказано, мы ремонтируем того, чего нет. Мы готовы исправить данный недостаток. Мы готовы. Но, если сейчас не помню точно, но порядка 90 тысяч стоит ваше, да? Сколько? 87 тысяч. 87 тысяч стоит паспорт на одно сооружение. На одно сооружение. 68 зданий, включая детские сады. Колясочные, теневые навесы, спортивные площадки, стадионы. Я готов. Если вы мне в следующем году в бюджете города предусматриваете средства на эти цели, не вопрос. В течение трех месяцев мы заключим договора с БТИ и поставим каждое сооружение на учет. Депутаты решили направить в администрацию предложение перенять опыт других муниципалитетов в строительстве и капитальном ремонте, чтобы избегать подобных проблем в будущем. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.